заказчиком исторического спуска к реке урал выступала администрация города подрядчиком выступала фирма общество с ограниченной ответственностью стип за два года подрядчик его компаньоны освоили около 100 миллионов рублей и подарили городу спуск который сейчас находится вот в таком неприглядном состоянии почему неприглядным потому что гранитные ступени заменили на бетонные и теперь они крошатся под воздействием влаги и факторов внешней среды сейчас мы находимся около перил и наблюдаем вот такую страшноватую картину то что когда-то было эстетичным уже внушает чуть ли не ужас поверхности грязные от белизны не остался следа все крошится все отслаивается и на самом деле вот я держу в руках фрагмент который откололся или отслоился называется как хотите но даже по весу он не тянет на вес полу кирпича все падает превращается в какую-то крошку жижу в общем честное слово неприятно самолесничный марш в котором когда-то насчитывалось порядка 100 112 ступенек многие люди ошибались их считая грязь себе под ноги выглядят нынче так как и прежде здесь очень и очень много людей которые приходят сюда чтобы пройти по пешеходному мосту в зауральную рощу они видят здесь вот такие ступени еще огромное количество мусора который здесь остается и тоже убираются что довольно странно для визитной карточки города которая обошлась бюджету почти в 100 миллионов рублей мы продолжаем наш подъем и осматриваем нашу достопримечательность горожане называют этот спуск золотым ну конечно такие деньги пост потрачены и с этим утверждением трудно не согласиться хорошо видно что следы ржавчины пытались замазать затереть но металл как назло проступает буквально отовсюду кругляшки по краям уже с характерной цветовой гаммой рыженького цвета пятнышки везде а вот если бы был спуск целиком гранитный как раньше это бы не бросался в глаза на набережной тюмени например отказались вообще от бетонных ступеней в пользу гранитных ничего люди радуются посещая эту набережную чего нашим строителям не хватило неизвестно денег было потрачено ими достаточно